Судомоделизм Более трех веков назад император Петр, научившись корабельному ремеслу и европейских мастеров, своим примером указал дорогу к строительству флота для Российской империи. Тем же путем пошли австралийские судомоделисты, посетившие наш город, чтобы познать необыкновенные секреты постройки миниатюрных шедевров кораблестроения, которыми в полной мере владеют их российские коллеги. Судомоделизм – это не только творчество, граничивое с искусством. Это изучение истории флота, сохранение национальных традиций. Видимо, этим руководствовались два молодых австралийских судомоделиста – Антонио Рамос и Иван Крамер, решившись пересечь пол земного шара, чтобы научиться искусству петербургских мастеров. Это событие, по сути, первый шаг к созданию Международной академии судомоделистов, о которой давно мечтают в Петербурге. Удалась у меня идея создать академию судомоделизма, которая будет одновременно и виртуальной, и в то же время реальной. И вот, открыв у себя в компьютере систему бесплатных международных разговоров с видеоизображением, скайп, я познакомился с моделистами из многих стран мира, в том числе с двумя парнями из Австралии. Сначала они меня решили пригласить в Австралию, чтобы я их обучал там судомоделизмом, как бы в командировке будучи находясь. Но потом возникла идея, может быть, стоит просто пригласить их в Россию, и здесь уже на примере готовых мастерских, готовых инструментов и моделей, строящихся, показать, как русские моделисты строят свои корабли. Мастера из Австралии проведут на берегах Невы почти месяц. Наше знакомство случилось в мастерской одного из ведущих судомоделистов страны, Михаила Безверхнего, победителя чемпионатов России и мира. Здесь, в небольшой квартире на улице кораблестроителей, проходят первые уроки мастерства для представителей «Зеленого континента». Наверное, это судьба. Многие ведущие мастера судостроителей Петербурга живут на улице с таким символическим названием. Побывав в Петербурге, у австралийских судомоделистов появилась мечта. Они хотят сделать первую модель, не хуже, а может быть и лучше, чем работы своего наставника Михаила Безверхнего. Доктора Майка так они уважительно почитают своего учителя, а потом обязательно привезти эту модель в Санкт-Петербург. Доктор Майк – исключительный судомоделист. Я надеюсь, что смогу перенять эти навыки и забрать с собой в Австралию, чтобы строить модели высокого качества, с которыми я смогу поучаствовать в соревнованиях в Европе. Я также планирую научить австралийских мастеров всем технологиям, которые используют российские судомоделисты. Все уроки австралийцы снимают на видео. По итогам поездки планируется выпуск специального фильма – видеокурса по основным направлениям судомодельного искусства. Даже те мастера, которые не смогут лично побывать в России, в Петербурге и увидеть своими глазами, как рождается модель корабля, смогут увидеть это на экране. Ведь специальных учебных заведений или курсов подготовки судомоделистов нет, как в России, так и за рубежом. Поэтому специально-то нигде не учат. Нет ни техникумов, ни институтов, чтобы этому научиться. Как правило, это личный опыт, по большому счету. Поэтому я этим занимался с детства. Ну, как все дети начинают, не скажу, что с пионерского кружка, но, тем не менее, с такого раннего детства. Но там дальше, больше. То есть, в принципе, это все личный опыт. И каждый судомоделист, более-менее профессиональный, он имеет за плечами не один год, не одно десятилетие на самом деле. В планах гильдии судомоделистов Санкт-Петербурга открыть Международную академию судомодельного искусства, которая будет готовить реставраторов для всех морских музеев России и других стран. А в мечтах, чтобы в каждом доме морской столицы была миниатюрная модель хотя бы одного из знаменитых исторических кораблей.